Здравствуйте, дорогие зрители! Решим неравенство. Восьмой вариант Ященко, 2023 год, сборник 36 вариантов. Что мы видим в этом неравенстве? У нас есть корень в числителе, является множителем. Второй множитель это показательное выражение и в длинателе также показательное выражение. Причем основания разные. Кто со мной уже решал неравенство, тот знает, что я стараюсь использовать в каких-то конструкциях, где это возможно, метод знака дождественных множителей. То есть я буду заменять показательное выражение рациональными, просто выражениями с переменой х, по определенным каким-то разносильным переходам, которые не дают нам сбоев решения. Что, о чем мы говорим? Если у вас есть а в степени f от их, и это вычитает, идет вычитание с а в степени g от их, ну, f от их, g от их, это выражение с х, то если а больше единицы, мы можем заменить это выражение на разность показателей степени. f от их минус g от их. Будет такого же знака, если а больше единицы. Если а меньше единицы, то нужно наоборот сделать g от их минус f от их. Тогда знак будет такой же, если у вас конкретно есть число оснований. Какая должна быть конструкция для знака дождественных множителей? Выражения должны быть множителями, не в какой-то сумме мы это встречаем, а, смотрите, первый множитель, второй, здесь просто выражение, но не просто выражение, которое мы можем заменить вот таким видом. Остал должен быть нет. Итак, разобрались, какой метод будем использовать. цель. Какая? Цель перейти к эксамп, вот так вот, чтобы у нас было x плюс, x минус, что там получится. И здесь то же самое. И чтобы мы использовали метод интервала. Что нам делать с корнем? Мы знаем, что корень по знаку строго положительный, либо может получиться 0. Мы понимаем, что здесь у нас плюс или 0. Но так как у нас здесь есть знак равенства, мы должны обязательно вот это равенство 0 учесть. Тогда мы можем опустить вот этот множитель, зная, что он положительный, и не менять знак, но обязательно дописать, что он равен 0. То есть взять это решение. Так и сделано. 4 минус 3 в степени x минус 1 разделить на 2 в степени 1 минус x квадрат минус 3 больше либо равно 0. При условии, во-первых, раз у нас теперь корня нет, что под коренное выражение больше либо равно 0, это будет в допустимое значение, мы отдельно его не пишем, мы это и все сделаем. И это должно выполняться в системе. И обязательно мы должны в ответ взять корень, который обращает нам числитель в дне. Мы же убрали, значит мы должны сюда записать. Вот что мы будем решать. А теперь числители и знаменатели я буду делать в степени с одинаковым основанием. Запишем. Знаете, как первое, наверное, да, давайте первое сделаем. Первое. 4 это 3 в степени логарифта с основанием 3 и аргумент здесь 4. Минус 3 в степени x минус 1. То же самое сделаем в знаменателе. 2 в степени 1 минус x квадрат минус 2 в степени логарифта 3 по основанию 2. Больше либо равно 0. Вот у нас первое. Так как 3 больше 1, заменим выражение в числителе и знаменателе знака тождественной. Эти слова нужно записать. Если вы забыли, что писать вдруг, поставьте знак равносильности. То есть равносильность. Еще раз. Так как основание 3 и 2 в основании степени больше 1, заменим выражение в числителе и знаменателе знака тождественной. И у нас происходит такая замена. В числителе у нас остается логарифм 4 по основанию 3 минус x минус 1. Получается минус x плюс 1. Далее. 1 минус x квадрат минус логарифм 3 по основанию 2 больше либо равно 0. Дальше я сделаю так, чтобы у меня x был положительный и в первой степени. Если мы минус выносим отсюда, у нас знаки меняются. Минус выносим отсюда, знаки меняются. И минус 1 на минус будет плюс. Знак неравенства не поменялся. Тогда поменяйте знак. x минус. Тут будут оба они с минусом. Я могу вот так записать, чтобы потом преобразовать мне удобно. Сейчас минус. Нет. Оставлю пока. Запутаю. Значит, x минус логарифм 3, 4, минус 1. Пусть будет так. Дальше здесь x квадрат плюс логарифм 3 по основанию 2 минус 1. Больше либо равно 0. Смотрите, здесь x в квадрате. Мы преобразуем сейчас. Соберем вот эти слагаемые логарифмы и эти тоже логарифмы. И сделаем здесь разность. Смотрите, x минус. Может быть, немножко будет так запутанно. Вроде что-то вносим, что-то вносим. Но вы сейчас до конца, когда дойдете, поймите, что мы делаем. Получиваю x в квадрат, 3 в минус. Мне нужна разность квадратов. Поэтому я делаю минус. 1 минус логарифм 3 по основанию 2. Больше либо равно 0. Вот смотрите. Здесь я могу единицу представить как логарифм 3 по основанию 3. Тогда сумма двух логарифмов с одинаковым основанием у меня превратится в логарифм произведения. Переходим сюда. И я получаю x минус логарифм 12 по основанию 3. Вот. До конца здесь дошло то, что нужно. А здесь у меня будет вот этот логарифм 2, 2. И так как между логарифмами минус, у меня будет логарифм по основанию 2, а внутри будет деление. 2 делить на 3. То есть получается x в квадрат минус логарифм по основанию 2, а тут 2 трети. Разложим по разности квадратов. Мы же можем представить, что это корень из логарифма в квадрате. Мы же можем раскладывать на множители, даже если у нас не вторая степь, мы представляем, что это корень в квадрате. Тогда мы получим. Числитель у нас остается. А в знаменателе будет x минус корень из логарифма 2, 2 трети по основанию 2 и x плюс. Полу и из логарифма 2 третий по основанию 2. Больше либо равно 0. Все. Мы пришли к тому, что разложили до конца, сделали x положительным в первой степени. Теперь мы можем применить метод интервалов. Давайте сюда допишем, что x больше либо равен 2 отсюда. И обязательно взять точку x равную 2. Нам осталось нанести все. Дальше применим метод интервалов и наносим на ось x. Из числителя закрашиваем логарифм 3, здесь 12, а это число больше, чем 3, но меньше, чем 4. Запишем здесь. Логарифм 12 по основанию 3. 3 у нас будут пустыми. Из двойки получилось 2 трети. Понятно, что степень меньше единицы. Да еще и корень из числа меньшего единицы. Это будут и отрицательные, и положительные по модулю меньше, чем 1. Значит, мы здесь получаем минус корень из логарифма 2, 2, 3 пустой. И пустой у нас здесь корень из логарифма 2, 3 в основании 2. Мы решаем сейчас вот это неравенство. Мы расставляем для него знаки. Раз у нас x везде мы сделали положительным, значит крайний правый будет плюс. Дальше идет чередование. Заштриховываем больше 0. Вот у нас есть наше решение. Но теперь мы наносим ограничение. x больше либо равен 2. Мы понимаем, что это число меньше единицы. Значит, 2 у нас будет находиться здесь. И меньше больше 2, это x больше либо равно 2. У нас попадает только вот эта часть, например. И еще момент, что x равен 2. Ом 2 обязательно пойдет под... Запишем, x принадлежит, это изолированная точка 2 и от логарифма 12 по основанию 3 до плюс бесконечности. У меня на канале много разобранного неравенства именно методом знака тождественных множителей. Где его можно применить, я всегда его применяю. Это может быть разность модулей, разность корней. Но эта разность должна являться множителем. Далее. Разность логарифмов, разность степеней. Ищите такие конструкции, узнавайте или применяйте. Потому что очень хорошо переходить и проверять знаки. Смотрите, как легко мы поставили знаки. Нам не надо было подставлять вот такое выражение число и проверять. Нам не нужно было описывать, что мы вводим функцию, рассматриваем нули и писать целое объяснение. Мы довели до национального вида и применили метод интервалов. По определению метода интервалов это все законно и все в оформлении засчитывается. Еще раз напомню, что так делать можно только в неравенство, потому что мы меняем числа. У нас здесь другое значение. Главное, что они у нас одинаковые по знаку. Вот что значит знак тождественные множители. Всего доброго, успехов в подготовке.